всем привет если вы будете рисовать по этому видео то присылайте свои иллюстрации то что у вас получилось в директ или отмечайте меня stories или вы будете выкладывать я все посмотрю с удовольствием так у меня половинка 4 акварельная бумага и начинаем с построения так это у меня чизкейк с карамельным кремом с украшениями из инжира и ежевики до начинаю рисовать как обычно прорисовываю форму десерта то есть это у нас цилиндр а значит мне нужно нарисовать две окружности и соединить их то есть это основание и и верхняя часть где у нас будет крем карамельный и инжир ягоды так основа у меня будет такой и теперь мне нужно сверху положить инжир здесь у нас две дольки поменьше и побольше три ягодки ежевики так счетом сзади есть ежевика пока намечаю просто их простыми круглыми формами и сейчас будем прорисовывать так и есть декор в виде палочек таких наметим и потом прорисуем карамельный крем рисуем подтеки так теперь мне нужно ластиком убрать лишние линии это у меня линии построения нашего цилиндра основы пирожного я был очень мягкий карандаш чтобы не размазывать его я так уберу кисточкой эти остатки от ластика немножко сделаю помягче линии поле незаметными чтобы легко было перекрыть их потом акварелью так и прорисовываем теперь инжир и ягодки ежевики так инжир на фотографии он более круглый но я делаю вот этот хвостик дорисую чтобы было больше больше напоминало по форме инжир и у большой половинки тоже так же я намечаю только вот где у него будет будет кожица кожура а в серединке уже буду краской делать такие точечные мазки чтобы передать вот эту текстуру инжира так и ежевика я смотрю на фотографию вы можете тоже может быть заскринить stories которые выкладывала буквально за минуту до эфира с этой фотографии так ежевики много маленьких кружочков шариков так ежевика так ежевики так ежевика Так, ежевики готовы. На дальнем плане тоже прорисую. Так, и палочки печенья. Так, и палочки печенья. Так, и палочки печенья. Так, и в принципе можно начинать рисовать красками. А еще прорисую корж. Так как это пирожное чизкейк, у него будет песочный корж. И потом еще добавим вот здесь травки. Так, и здесь тоже так просто наметим, потом сделаем ее в красках. Так, я смачиваю акварель. Просто спреем воды, чтобы у меня все краски были подготовлены. И не пришлось их размачивать долго. Тоже советую так делать. Так, и начну я сначала красить кекс. То есть не кекс, а чизкейк этот. Беру за основу желтые, охру. Еще можно капельку красненького и капельку черного. Несмотря на то, что он как белый, не будем рисовать белым. У нас такая вообще палитра желто-коричневая здесь. И песочный кекс, такой бежевого цвета, теплый. И карамель, и инжир тоже желто-зелененький. Поэтому кекс у меня тоже будет такой приятный, теплого цвета. Я закрашу сейчас вместе с карамелью все. Даже можно инжир тоже закрасить. То есть это у нас будет такой первый слой, объединяющий все элементы. И при этом останется он только на чизкейке в таком чистом виде. Печенье тоже можно закрасить. Печенье. Первый слой готов. Можно добавить немножко сразу тень. Возьму черный цвет и охру. Вот так вот. Вот так вот. Хорошо. Хорошо. Печенье. Вот так вот. Сейчас покрасим. Вот так вот. теперь закрашу песочное основание у чизкейка тоже смешиваем охру желтые какой-нибудь тепленький коричневый такой цвет песочного теста можно добавить красного закрашиваю пока просто ровным слоем позже буду добавлять вкрапления чтобы было похоже на печенье по текстуре так дальше сделаем карамель карамель примерно такого же цвета даже она больше и более рыжая поэтому добавим туда побольше красного намешиваю опять охру и желтый добавлю красного побольше но рисуя карамель нам нужно оставлять блики так как она блестящая гладкая и блестящая то когда ее налили на чизкейк остались остались видны блики там от окна возможно вспышки фотоаппарата нам их нужно тоже оставить светлыми ну возьмем пока такой цвет значит охра желтый и красный подсох уже первый слой так и я начинаю заливку карамели заливку карамелью блик будет вот на пересечении границы вверх верха и боковой части чизкейка поэтому здесь мы оставляем блик также можем оставить и блик вот здесь на стекающей капельке вот здесь вот 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 так это у нас печенье а вот здесь внизу 5 карамель и здесь я тоже оставлю блик так здесь у нас печенье снова намешиваю краску так здесь у нас печенье между ними карамель и Так, первый слой карамели готов. У нас, нет, еще не подсох, можно сделать, добавь, так, это что? Вот в этот цвет, который я намешивала для карамели, у меня он остался совсем капелькой, я добавлю побольше воды, добавлю капельку черного, прям совсем капельку, либо темно-коричневого. И сделаю какие-то небольшие такие штришки, то есть как будто чизкейк у нас порист, да, не сплошной такой, а какие-то пузырьки воздуха там все-таки были. И они дали нам какую-то небольшую тень. Они немножко подсохнут, эти капельки, и мы можем их потом сгладить сухой кисточкой, чтобы они были не такие активные. Можно оставить и так. Так, теперь я могу добавить такие же вкрапления на песочной основе, чтобы это было больше похоже на печенье. Я смешиваю охру и какой-то коричневый тепленький, пока достаточно. Так, и здесь тоже я буду делать такие частые точечки. Потом тоже это сглажу, когда они подсохнут. То есть это подразумевает, что печенье, точнее вот этот песочный корж, он более рыхлый. И за счет того, что он сам темнее, чем чизкейк, то и вот эти области пустоты с воздухом, они будут потемнее, чем у чизкейка. Ну, если присмотреться к фотографии, там видно такие точечки. Так, оставляем их подсыхать и перейдем, можем сейчас прорисовать кожуру, кожицу у инжира. На фотографии он желто-зеленый, поэтому у меня вот здесь есть намешанный зеленый, без какой-то работы остался. Здесь у меня был зеленый смешан с лимонным желтым. В принципе, я его возьму и сделаю такой контур кожура у инжира. Ну, естественно, нужно посмотреть, чтобы вот этот слой с карамелью подсох и чтобы они не сливались у нас. У меня он подсох. Так, давайте, посмотрим, как я снижаюсь с котом. Так, конечно. Так, сейчас мы видим. Добавлю еще капельку желтого, то есть к центру, к серединке. Кожура зеленая была только снаружи, а уже при разрезе видно желтую такую сердцевинку. Добавлю желтого. Добавлю желтого. Оставляем подсыхать и можем сделать шоколадные палочки печенья. Они у нас шоколадные и вот здесь кончик немножко видно печенье. Для шоколадного цвета мы смешаем охру, наверное, с красным. Так, капельку красного, капельку красного. Такой получается красно-коричневый. Можно даже капельку коричневого добавить, такого темного. Да, для первого слоя сделаем такой, потому что шоколад там светлый. Бликов на нем нет, шоколад матовый. Значит, мы не оставляем бликов, но сделаем очень тонкий слой, такой полупрозрачный, чтобы потом можно было затемнять, выделив светлые участки и тень. Так, здесь у меня шоколад закончился. Я закрашиваю их внахлёст, потому что позже буду прорисовывать участки тени и света. Так, здесь у меня шоколадные участки тени и света. Так, здесь у меня шоколадные участки. Так, подсохли вот эти точки на корже. Я немножко их, чистой кисточкой, немножко с водой сглаживаю и сделаю потом, сделаю еще один слой. Уже с более яркими точками, с более темными. Так. Пока у нас подсыхает инжир, подсыхает, у нас подсох карамель, слой с карамелью, можно сделать печенье вот это, оно у нас единственное осталось не дорисованное, не закрашенное. Я смешаю желтый с этим шоколадным цветом. Да. Я пока просто закрашиваю, не смотрю где у меня тень, где свет, потому что я буду это делать позже, следующими слоями. Пока просто как бы делаю такую заливку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Нижир подсох. Могу сделать еще один более яркий такой контур зеленого цвета. Хорош. От bulbя zamщился. Шоколадный цвет. Я думала как 물어� theft. Ты как малышка? Продолжение следует... 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 Нужно дождаться, когда подсохнет этот слой, потому что если взять вторым слоем, то они просто все сливаются в большую такую лужицу, ненужную нам. Так, первый слой оставляем. Теперь я хочу добавить тени нашим шоколадным палочкам печеньем. Возьму красно-коричневый, капельку черного и сделаю тень. Самая темная у меня вот эта нижняя палочка. Дальше вторая. Так, у нее тень сзади, то есть справа, а здесь наоборот. Слева и немножко добавлю красную, потому что верхняя палочка, она более светлая, так как она выше всех лежит, на нее больше света попадает. Так, и этот же цвет я не смываю с кисточки, немножко разбавлю его водой, чтобы он был менее насыщенный. Добавляю его в нижние палочки, как базовый цвет. Еще немножко промываю кисточку, но оставляю краску на кисточке, цвет становится менее насыщенным, и я опять добавляю его в нижние палочки. Даже немножко сюда, на верхнюю тоже. Еще немного промою кисточку. Так. Позже еще мы сможем добавить более контрастные тени более темной краской. Пока оставляю так подсыхать. И в принципе можно уже заняться ежевикой, так как она у нас самая темная. Буду ее рисовать черной краской, но с добавлением красного, чтобы она не выбивалась из общего рисунка. Я добавляю к черному коричневые, красные, еще черные. Можно даже добавить побольше воды, чтобы первый слой был попрозрачнее. А уже следующим слоем, более темным, будем прорисовывать тени. На каждом кружочке у ежевики мы оставляем белое пятно. Потому что ежевика она вся блестящая, гладкая и блестящая. И на каждом вот этом маленьком ее элементе есть блик. Как видите, у меня получается такая общая масса. Большая черная лужица. Поэтому даже можно поменьше использовать краски и побольше воды. Чтобы после высыхания первого слоя мы видели, где у нас ягодки. И смогли их подчеркнуть более темным цветом, более темной краской. Прорисовываю каждый кружок, оставляя блик. Светлое пятно, не закрашенное. Светлое пятно, не закрашенное. Пятно, lightная. Продолжение следует... 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 Прямо по ягодке... Естественно, добавляем этот темный... Вот сюда в промежутке... Это тень от ягод... Черная... И здесь тоже... И вот здесь... Между инжиром и неживикой тоже тень... Очень темная тень... Так... Так... Потом у нас тень этой же краской... Я ее намечаю... Вот здесь... На палочке печенья на самой нижней... На второй... На второй... И... Тонким контуром на верхней... Так... И также можно... Немножко разбавив водой... Добавить тень... Вот здесь... На карамель... Карамель стекает на чизкейк... И чтобы показать... Что капелька у нас объемная... Вот здесь... Справа... Добавим... Небольшую тень... Я возьму... Вот... Чистой кисточкой... Совсем капельку... Вот этого темного цвета... Такого прозрачного... Чтобы появился объем... Также можно добавить этим цветом... То есть как бы объединяющий такой цвет... Тени... Сюда вниз... И добавлю несколько веточек... Вот здесь и здесь зеленых... По фотографии... Я думаю, что это... Веточки розмарина... Потому что прямые зеленые листики... Такой пучок... Листочков... Возьму желто-зеленые... Ближе я добавлю побольше желтого... Чтобы этот зеленый у нас не выпадал из общей картинки... Потому что зеленый, который у нас здесь есть на инжирах... Он тоже такой желто-зеленый... И нарисую... Розмарин... Делаю как бы первый слой... Вторым слоем я добавлю... В более темный цвет... В более темный цвет... В более темный цвет... Это термин Что Running Это помогает, выбор наказывает... Это zorно-зеленый... И вот сюда... Ждем, когда подсохнет. Я пока чистой кисточкой хочу убрать вот здесь. Немного смазала, я задела рукой. Можно сказать, что почти готово. И сейчас я буду делать завершающие штрихи, добавлять тени, более темные. У меня печенье здесь еще есть. Тоже добавлю на него штрихи. Также выделю еще раз шоколадные палочки этим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Еще хочу затемнить, не затемнить, а объединить сердцевинку инжира. Возьму желтый с капелькой красного. И финальные штрихи у розмарина. Темно-зеленый беру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И все. Вполне быстро получился десерт. Быстрый рисунок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok